Добрый день. Здравствуйте. Здрасьте. У меня что-то горло болит. К сожалению. Стараюсь как-нибудь поменьше говорить, хотя, конечно, немного могу сказать. А звук нормальный вообще? Да. Здравствуйте. Вроде да. Хорошо. Есть эхо? Эхо, может быть, да. К сожалению. Непонятно, когда контрольная. Контрольная планируется на 15 октября. Это следующая суббота. Формат ее такой, что он очный. Вы приходите в вышку, и там мои коллеги с вами ее проведут, а я буду онлайн отвечать на вопросы. По условиям. Перед контрольной, где-то за несколько дней, я вам пришлю пробный вариант, чтобы вам не было сильно страшно. Пробный вариант, и, может быть, даже успеем с вами его разобрать. Так что, надеюсь, уже на контрольную вы придете, вам уже особо страшно не будет. Но я планирую, точно планирую какие-то задания тестовые, типа донетки. Некоторые очевидные, некоторые чуть похитрее. Одно задание на интерпретацию результатов пакета PYDLP. Вот он выдал вам какие-то циферки. Вам нужно продемонстрировать, что вы понимаете, что это, и, может, какие-то манипуляции совершить. И еще одно задание какое-нибудь, еще пока не знаю какое. Я первый раз веду этот материал. Поэтому я еще точно не знаю, что будет. Ну, надеюсь, составить что-то, с одной стороны, не сильно гробовое, но и не тривиальное. Так. Ну, хорошо. Кто будет подходить, я буду запускать. Ну, давайте тогда начинать. Сегодня мы с вами посмотрим, как оценивать в пакете PYDLP нашу самую главную модель, которая называется Mixed Logit, он же Random Coefficient Logit. Я напомню, в прошлый раз мы смотрели, как оценивается простой Logit и Nested Logit. Но перед тем, как мы начнем писать какой-то код, я хотел бы вернуться немножко к теории, чтобы мы все, вы и я, все освежили память, что такое Mixed Logit. Я бы хотел ввести чуть-чуть другие обозначения, потому что в PYDLP немножко другие обозначения, чем были у нас с вами на лекции. Но сейчас я дам и старое, и новое обозначение, и мы заодно все повторим и обсудим, как это оценивается. Сейчас я буду писать на планшете. И так далее. И так далее. Кабин. И так далее. И так далее. Ну, если и я не знаю, Уже отвык на планшете писать. У нас народ подтягивает. Видно ли, что я пишу на планшете? Видно. Видно. Хорошо. Тут тоже видно. И на моем этом экране тоже. Это, кстати, удобно. Вот. Может, даже еще тоньше сделать эту штуку. Ревизитит это означает, что мы с вами возвращаемся к этому. Итак, давайте я напомню, что такое, собственно, что происходит у нас в тех обозначениях, которые были в позапрошлый раз. Что у нас было? Как у нас была выписана спецификация? Должно выписать полезность. Водель определяется, в первую очередь, тем, как полезно задаваться. Полезность итого человека, вот, житого товара, вот в этом рынке, как у нас задавалось, характеристики товара X. Причем я писал только индекс G, но на самом деле ничего страшного не будет, если мы напишем индекс JT, то есть как будто бы характеристики могут от рынка зависеть. Ну, это для единообразности, скорее. Множить на коэффициент в этом, да? Потом то же самое с ценой, только коэффициент перед ним был альфа. Цена выделялась, как некоторая особая характеристика товара. Она не была вот в этой сумме, она отдельно писала, да? Это было связано с тем, что именно цена эндогена, а вот эти X считаются экзогенными. Плюс прибавить вот этот вот шок XI, JT, который зависит только от товара и от рынка, но не зависит от человека. То есть это некоторые ненаблюдаемые характеристики товара. И плюс шок уже, который зависит от человека, YI, JT, и эти вот Epsilon и JT у нас были распределены, соответственно, по Type-1 экстримированию. Не будет ли IID? Ну, вот. И что здесь? Что мне в этой записи говорит о том, что это уже не X-Logit, а не просто Logit? Мне говорит вот этот звук о коэффициенте, потому что коэффициенты зависит от I. То есть бета и альфа зависит от человека. У каждого человека своя бета и альфа. Свой вертикальный тип. Я говорил о том, что в этой модели у нас, по сути, есть вертикальный тип, готовность таких за качество. Собственно, бета и чувствительность и не альфа. Depend on I. Поэтому на отсюда дело было, что это не модель не из логики. Вот. Но у нас еще дальше было специфицировано, а, собственно, как этот коэффициент дальше раскладывается. Это вот бета и т, альфа и т. У нас как задавалось, она была равна некоторому бета и альфа, константам равна. Но можно поставить нулевой. И плюс вот, собственно, компоненты, которые зависят от человека, которая как-то распределена популяцией. Она обозначалась буквой ню. Такая буква, тоже не особо приятно писать. Ну уж какие. Есть ли значения в литературе такие и есть. Вот есть ню, которая относится к бете, а ню, которая относится к альфе. И вот это вот ню это вся штука. Это он весь распредел нормально. Модевым от ожидания. И некоторые коррекционные матрицы сильно. Ну, просто вот эта запись, на самом деле, говорит о том, что наши коэффициенты популяции распределены нормально. Модевым от ожидания. Вот таким вот, да, что вот это ожидание. И с калорийной калориации сильно. И дальше, чтобы записать умничные дозы, там я вводил еще одно обозначение. Я вводил еще обозначение мю. Мю это, грубо говоря, вся индивидуальная компонента полезности, которая зависит от человека, кроме вот этих аксионов, которые лоджит шорпит. А давайте даже я не так запишу, я... Вот мы можем... Мы вот, имея наши вот эти два разумения, вот это вот первое, и вот это второе, мы можем поставить бэкэр по сюда, тогда записать полезность как? Так, полезность запишется. Как? Я сейчас буду выделять слагаемое, которое зависит от и которое не зависит. Я могу записать, что это равно х jt умножить на бэта нулевое минус альфа нулевое умножить на цену плюс xc jt вот. Дальше я пишу как раз вот то, что от букв ми наследуется для подрядности, то есть как бы здесь присутствовать. То же самое х только здесь умноженное на ню уже, ню бэта иди, да, минус альфа, эй, что я здесь, это вот ню, ню, альфа, альфа, и цена здесь. Вот. И плюс еще остался лоджет шок. Так вот, ну и вот эту вот компоненту по традиции, как было в простом логике, внести к ложке, вот эту компоненту, которая не зависит от человека, мы ее обозначим за дельтой jt. Эпсилл он такой же, как всегда был, а вот возникла новая компонента, которая зависит от человека, но при этом не является частью общего. Вот это мы обозначим за мю как раз, мю дельти, то есть такая декомпозиция получилась. Вот. И тогда как запишется рыночная доля терминных уже дельты и мю? Рыночная доля джитого товара я напомню, что она здесь явно не считается в отличие от простого логита и от нести логита. У нас сдается просто как интеграл долей типа логита, вот, но интеграл их умножить на плотность вот этого логика. То есть сейчас форму напишу и еще раз прокомментирую. По сути, у нас рыночная доля равна взвешенной сумме многих-многих долей типа логика. То есть как будто бы я рынок весь. Он у меня не описывается моделью простого логика, но если я зафиксирую код популяции людей, у которых вот этот мил одинаков, то среди них у меня простой логик. И поэтому у меня доля неплохого товара на рынке это взвешенная сумма вот этих всех долей в этих подпопуляциях. Отсюда слово микс, потому что взвешенная, смешанная. Вот. Но поскольку у меня таких подпопуляций очень много и континуум для каждой пары альфа и бета есть подпопуляция с какими альфа и бета. Я говорю, то, что мне не взвешенная сумма, а мне интеграл. Давайте я запрещу интеграл. Вот, собственно, будет вот эта дельта. И сюда я мог вот это все написать просто вот это вот явно. Но я как раз ввел обозначение, тут мне поменьше писать. нюн, нюн и нюн, жиди. Снаменательной, как вы помните, стоит сумма всех таких же экспонентов по всем товарам данного рынка. нюн, нюн, п, то есть нюн, п, J' п, это вот минус всех товарам данного. Это вот доля вход популяции, для которых нюн вот такой. Ну и теперь я должен это донорить на то, сколько вообще таких людей, с такими, это плотность нюн. И плотность нюн, она зависит, вот, случайно, нюн. Понятно, что ее плотность зависит от параметров сигма, потому что, ой, пожалуйста, сигма, потому что мюн определяется через нюн, а нюн, в нюн есть сигма. И еще, конечно же, это просто плотность нюн, она зависит от иксов и от ц. в общем, да, как-то икс 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 И вот это все днюн. Вот. А сагмой этот интеграл этот многомерный, потому что этих нюн, их джей штук для каждого товара есть. Вот, но просто мы не пишем здесь, это для краткости. Вот. И на компьютере, когда компьютер будет себя оценивать, будет этот интеграл попытаться считать приближенным методом Монте-Карло, ну, это один из возможных методов, компьютер будет генерировать разные нюн из вот этой плотности, будто бы разных потребителей. Вот. А потом считать, собственно, для каждого нюн считать в этой гробе и потом считать средние из всех таких гробей по всем нюн, которые выполнены. Это называется Монте-Карло интегрирование. Если я напомню, мы заменяем как бы интеграл, можно думать об интеграле как о некотором метод ожидания популяции, а метод Монте-Карло, он говорит, ну, метод ожидания, оно без конца на самом-то выборочном среднем. Поэтому давайте посчитаем выборочные средства. Тогда мы посчитаем от ожидания и приближаем к тем самым интеграл. Но это примерно то, что я писал на одном из прошлых занятий. А у нас в PyBLP немножко чуть-чуть другие обозначения. у нас три отличия. Первое. У нас нету параметра альфа как отдельной сущности. У нас альфа это часть параметра бета. то есть что? У меня цена это часть вектора иксов. да, и поэтому у меня не будет вот этих членов с альфой вообще. У меня просто будет, что дельта равно будет некоторому иксу и икси на бета нулевое и плюс кси вот это джейт. А мю и джейт. Соответственно равно просто х джейт на бета нулевое на а опять. Тут еще на ню. Вот. И можно тут уже в принципе индекс бета не писать, потому что никакого другого ню уже нет. То есть нету нигде отдельного члена для цели. Это первое отличие. Но такое довольно косметическое. Второе два отличия более существенные. отличие номер два. У меня б дельта и мю могут зависеть от разных х. кмор стрицов. То есть у нас есть сущность X1 и X2, и эти X1 и X2, они пересекаются в общем случае, они могут совпадать, могут как-то пересекаться, могут и не пересекаться. То есть я запишу, что... А меня слышно? Да. О, хорошо. Просто зато... Да, мы вас на пару секунд потеряли. Ну вот это одно, а второе то, что у меня планшет зависит и думал, блин. Ой. Что делать? Сейчас тогда я заминку... В общем, у нас второе отличие в том, что у нас сможет дельта и мю зависеть от разных X. И что это на качественном уровне означает? Это означает, что средняя в популяции полезность, это дельта, да? Грубо говоря, систематическая. Она зависит от одних факторов. А дисперсия вокруг этой средней популяции, может зависеть от других факторов. Вот так вот. Дельта — это полуэрострение, а мю — это член, который дает дисперсию популяции. Ну, попытаемся продолжить. Дельта у нас есть некий X1, JT на β0, то есть вот это X1. и X2 могут быть разными. А мю у нас равно некоторое X2. А мю у нас равно некоторое X2, JT на мю черте. Где X1 и X2 могут быть разными. Мы прямо будем, когда будем код писать, будем отдельно специфицировать уравнение, где определяется X1 и уравнение, где определяется X2. И третье отличие, самое важное, это вообще можно сказать, что PIBLP более общая модель, чем просто MixLogic обычный. PIBLP позволяет учитывать демографические характеристики потребителей. такие, как, ну, самый главный — это доход, потому что от дохода спрос зависит. Мы все знаем с первого курса. Ну и также любые вот характеристики, которые можно померить как-то, которые влияют на спрос, там, возраст, пол, размер семьи и там, прочее, прочее. Мы увидим с вами. Правда, и на мой взгляд это очень интересная штука, но, видимо, в домашке этого не будет. Потому что там, в принципе, и так будет уже много инвесторов. Но, например, в дипломе такое сделать как раз был бы желательно. Если кто-то диплом будет писать про оценивание спроса. Так вот, нам прекрасный пакет PIBLP разрешает чтобы бета зависела от демографических характеристик потребителей. Таких как приход, возраст. При этом нам не нужно иметь то, что я на лекции назвал микроданами. Здесь мы будем учитывать доходы потребителей, но это не будут микроданные. Мы будем учитывать для данного рынка распределение доходов. Вот мы видим, какое в Москве распределение доходов. И мы это будем использовать как данные. Но от нас не требуется, чтобы у нас были данные именно по потребителям. У Васи такой-то доход, он купил такой-то товар. У Петя другой доход, он купил другой товар. Нам не нужно иметь такие данные, не нужно иметь индивидуальные покупки. Просто нужно иметь некое распределение доходов. Поэтому я так и напишу микродайта. Сейчас я напишу формулу, и будет видно, что это означает. Самая простая формула, которая может прийти в голову, чтобы учесть демографические характеристики. Это, естественно, линейно. Мы скажем, что βiT равна вот этому β любому, как и раньше, среднему популяции коэффициенту. Плюс νiT. Это вот как раз член ответственной за дисперсию. Но я прибавлю еще, собственно, член, который зависит от демографических характеристов. Это компактно записывается в матричной форме. Это матрица π, умноженная на некоторый вектор демографических характеристик. То есть это вообще векторное уравнение у меня. Вот это у меня размерности k на 1. То есть в бете у меня k компонент, потому что у х к штук. Вот. Матрица у меня, эти тоже соответственно все k на 1, очевидно. Матрица у меня будет k на 1, и d у меня будет l на 1, чтобы размеры цисходились. То есть, где-то, 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 где-то. Вектор демографических характеристик. Ну или в скалярной форме можно записать, как β.t.k равно β.t.k равно β.t нулевому k, k там, да, k компонент, плюс nu int тоже k, и плюс сумма по всем демографическим характеристикам, в каких-то элементах этой матрицы, будет k на l, умножить на d, i, t, l. Наверное, обещал, что много индексов будет, а вот тут много индексов. Где-то, l, d и t, l – это характеристика номер l. Тогда вот эти вот… Какая интерпретация вот этих вот чисел p, k, l? И k, l, на самом деле, это… Мы их прямо сегодня оценим в одном из примеров. Просто вдомашки не будет. Это interactions, на самом деле. То есть вы же помните, что у нас β, она будет умножаться на x всегда. Так как бы… Другого быть не может. Вот. Поскольку β умножается на x, значит, у меня вот тут тоже, на самом деле, будет и x сидеть. Д умножится на x, и все. А значит, у меня β – это коэффициент при произведении d умножить на x. А это значит, что, по сути дела, мы включили interaction термс. И вот эти вот коэффициенты показывают, насколько чувствительность к какому-то там характеристике товара, к размеру машины, к топливной эффективности, к чему угодно. У нас в прошлый раз был сахар, хлопья. Насколько эта чувствительность к сахару зависит от каких-то демографических характеристик. От дохода, от чего хотите. Мы на самом деле увидим сегодня пример, где вот конкретно будут эти interaction по щитам, и их можно будет интерпретировать. На самом деле, вот эти интерпретации – это одно из самых интересных, что тут вообще может быть. Одна из самых интересных вещей. Вот. Тут еще надо следующее заметить, что у нас в данных, когда мы будем вот эти дэшки брать. Извините. Да. А вы не могли бы, пожалуйста, еще раз именно с пословою нагрузку этих interactions повторить? Ну, какая вообще у нас обычная интерпретация любого interaction? Вообще, в принципе, в экономике. У вас есть два регрессора X1 и X2, и при вот этом произведении стоит коэффициент какой-то на 3. – Ну, это если они одновременно встречаются… Типа, там может быть эффект по отдельности, да, можно разделить, а можно эффект, когда и то, и то. – Ну, да. Ну, смотрите. Не знаю, мне кажется, это… Все должны получать. Вот абстрагируемся от нашей сложной модели Mixed Logics до эффекта всего. Просто у нас есть регрессия какая-то там. 0,1 X1 получилась, плюс 0,2 X2, плюс 0,3 умножить на X1, X2. Вот такие оценки получились. Есть ли мы, например, Y, 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 что есть, предсказы? Вот 0,3. Какая у него интерпретация? Я могу X1 вынести за скобочку, правильно? Получить 0,1 плюс 0,3 умножить на X2. И там останется еще 0,2 X2. То есть коэффициент при X1, он на самом деле не является константой, а он зависит от X2. И насколько он зависит от X2, это и реализуется числом 0,3. То есть 0,3 – это насколько чувствительность Y к X1 зависит от X2. Насколько сила зависимости от Y от X1 зависит от X2. То есть насколько X2 меняет наклон зависимости от X1. Но я мог бы с тем же успехом и X2 выйти за скобочку. Тогда у меня бы осталось что-то плюс 0,3 X1. И это можно и по-другому интерпретировать, что это насколько чувствительность Y к X2 зависит от X1. Это одно и то же число. Ну а в нашем случае это будет иметь просто шикарную интерпретацию. То есть у меня будет сахар. Ну вы увидите. И вот это K равно сахар. Вот это какой-то конкретной характеристикой плата. И для сахара будет L штук вот этих пишек почитанным. Они будут показывать, каждый из них пишет, насколько та или иная демографическая характеристика влияет на чувствительность человека к сахару. Я имею ввиду чувствительность его полезности. На вот эту бету полезности, да? Хорошо, спасибо. Да, и тут как бы, тут такое можно слово сказать, высокопарное. Marketing Insights. То есть вот эти пишки, они нам, ну если все правильно оценено и модель правильно специализирована, они нам дают некоторые инсайты про то, как вообще рынок устроен. Что у нас за популяция потребителей, как она себя ведет. То есть верно ли, что чем богаче потребитель, тем его там полезность дополнительной ледницы сахара для него меньше? Не знаю. Вот в этом можно такие вещи узнавать. Больше, то есть более богатые больше ценят сахар или меньше? Не знаю. Да, кросс-эффект. Кросс-эффект. Кросс-эффект чего, на чего получается? Ну, нет, ну, не знаю. Не знаю. Кросс-эффект такой, раз получили термин, то есть если вам удобно кросс-эффект, то, наверное, можно кросс-эффект сделать. Ну, главное, что я сказал, что это коэффициент будет при произведении. Кросс-эффект. Что такое кросс-эффект вообще? Вот перекрестный эффект обычно это, ну, когда это какой-то один из представителей множества влияет на другой. То есть у нас х2 повлияло на клон при х1. Ну, в этом смысле это кросс-эффект. Нет четкого математического определения, что такое кросс-эффект. Так, ну вот, я хотел что сказать, что данных у нас, они, мы нормализуем так, чтобы средняя по популяции этих D6 равнялась нулю. То есть вот ожидание, я так говорю, по потребителю, то есть по популяции этих D и D, оно должно быть даже на раз в нулю. Это сделано зачем? Делается. Делается за тем, чтобы вот эта бета нулевая имела интерпретацию, что это средний коэффициент популяции. Потому что если вот этих UD-шек мат-ожидание будет не нулевое, тогда мат-ожидание беты, это будет бета нулевое плюс вот эти еще какие-то слова. Ну вот у этого мат-ожидание нулевое. А мы хотим, чтобы у беты и T и T было мат-ожидание бета нулевое. Чтобы мы могли просто это бета нулевое интерпретировать удобно, что нам легко интерпретировать. Поэтому мы данных нормализуем так, чтобы вот этих UD-шек было мат-ожидание нулевое. Мы увидели. А-э-э-э-э-э-э-э… Так-кэм, что-то можно так написать. Потому что мы хотим, мы хотим дать нулевое, чтобы было на то левое… Мы хотим просто, чтобы у нас нахожигание в популяции этих бет равнялось бета-мулевому, а не бета-мулевому плюс еще вот нахожигание. Вот. Ну хорошо. Вот у нас как бы такие три отличия от того, что я рассматривал на одну из лекций. То есть альфа является частью беты. У меня далее систематическая компонентная полезность и вот эта вот разброска вокруг нее. Они могут зависеть от разных иксов. И можно учитывать гемографические характеристики. Теперь давайте напишу четко, по какому алгоритму происходит оценивание этой модели. Это вычислительно сложная вещь, но алгоритм можно описать. Я уже, собственно, начинал это говорить на прошлом занятии, которое было там в какую-то позапрошлую субботу. Ну давайте сейчас напишу еще раз и более четко. Мы, что-то мне будет, estimation. Но estimation я напишу без вот этой матрицы Пи. А потом вы мне сами скажете, как я обобщусь на случай, когда еще мы матрицу Пи ходим на тени. Я напишу, что это вот без демографических характеристик. Начинал я определил формальное отображение сигма. Причем это сигма, это не дисперсия. Я же говорю, это сложная модель, и букв не хватает. Сигма – это рыночная доля, которая получится, если будут определенные дельты. Это вектор, дельта для каждого товара на рынке здесь. Некоторый вектор иксов. Причем в этом векторе иксов, может быть, я как бы сложил вместе икс первое, икс второе. И есть матрица сигма наша. Ну, давайте я еще раз запишу. Я, собственно, на эту форму уже писал. Давайте еще раз напишу. Перенимать учения. Это рыночная доля. Здесь я напишу, что это. Это маркет-шеринг. В смысле товары джинни. Это интеграл. Далей типа логита, завешанных по плотности. У нас есть. Дельта. Мю. Здесь, не знаю, это ли сумма. По всем товарам на данном рынке. Легкий вопрос на понимание. Почему я здесь не пишу еще сумму по Т? У меня могут написать еще сумму по Т. Что Т у меня это номер рынка. Да? Кто не помнит? Т это номер рынка. У меня доля, она внутри одного рынка. Зачем мне все рынки на меня подписать? У меня есть конкретный рынок. Абсолютно таких же штук, только если джинь, то джинь штрих стоит. Перемена суммируем. Это умножается на плотность. В этом интеграле дельта это константа, а мю это перемена, по которой мы интегрируем. И этот интеграл мюшек, он зависит от плотности распределения мю, как мы знаем, потому что у нас мю она выписана. Мю она выписана. Мю, да? И так вот. Вот такая функция трех аргументов. Вы ей даете дельты какие-то систематические полезности товара. Вы даете ей иксы, характеристики товара, и вы даете ей матрица сигма. И эта функция рассчитывает, какие будут рыночные доли для данных парадок. Хорошо. А можно здесь вопрос? То есть мы такую формулу должны посчитать ТРАС для каждого рынка? Обязательно. Для каждого рынка, и более того, даже больше раз, на самом деле. Для каждого рынка много раз, на самом деле. Да, мы это будем считать, конечно, для каждого рынка. И, кстати, кому интересны вычислительные аспекты, могу сказать, что вот здесь мы можем это использовать для своего же блага, мы можем это распараллелить. Столько рынки независимы. Нет никаких переходов потребителей с одного рынка на другой. Вот рынок – это такая изогнированная ячейка. Рынки связаны только тем, что параметры общие. А так они независимы. Просто, как мы считаем отдельно для каждого рынка, мы можем это распараллелить. И считать нескольких процессов поднимаем, чтобы было быстрее. Так вот. Так вот. Мы хотим что сделать вообще? Какая наша цель? Мы хотим оценить параметры. Что является параметрами? Бета и сигма. Бета – это вектор. Кама – это. Сигма – кавалюционная. Но у нее такая размерность. У нее размерность такая же, как у вот этого нюн. То есть, на самом деле, если тут разные иксы, то размеры бета и нюн может быть разным. Можно даже сказать, что здесь какое-то к1, а здесь, в общем, какое-то к2. К2, но… Не важно. Главное, что тут какая-то разноемность есть. Мы хотим вот это вот оценить. Что мы для этого делаем? Это называется nested… Опять слово nested. Но это не потому, что у нас nested logic. А по другой причине. Называется nested fixed point algorithm. Называется nested fixed point algorithm. Его можно так, на таком полустрогом уровне, описать следующим образом. Первый шаг. Возьмем некоторое рандомное значение сигни. Вот какое-то. Попробуем. Пробное значение сигни возьмем. Пограмм будем чистить. На компьютере делать то, что мы прямо компьютеру скажем, с чего начать. Попробуем. Второе. Для любого рынка, то есть для каждого рынка мы обратим наши рыночные доли и вычислим деньги. Мы найдем такой единственный вектор дельта. Что мы… Что-что. Что рыночные доли как раз получаются теми, которые мы наблюдаем. Тут мне пригодится мое обозначение, которое я ввел. Что рыночные доли по рынке, они равны как раз вот этой функции сигма. Ну вот тут, скажем, с каждого джейта этого товара. Если у нас тут индивиджей стоит. Ладно. Пусть стоит. Мы какое-то взяли и значение сигма. Мы его держим, мы его используем. Ну ладно. Можно даже сигма нулевого написать. И вот, имея это крупное значение для сигма нулевого, мы пытаемся решить вот эту систему уравнений. Система уравнений создана явным образом, да? Потому что вот эту функцию сигма мы знаем. Мы знаем, какие у нас иксы. Мы знаем, в какой мы зависть сигма. Мы знаем рыночные доли. Вот это у меня то, что наблюдается. И концептуально тут ничего сложного нет. Мы знаем вот это, вот это и вот это. Мы знаем, как ведет себя функция сигма. Поэтому можем найти белька, которая удовлетворяет этому уровню. Весь дьявол, он в том, как это сделать вычислительно на практике. Как это делать? Я немножко об этом говорил вскользь. Чтобы сделать это на практике, что мы делаем? Он, на самом деле, пай биофиза нас все делает. Что он за нас делает? Пошк. Во-первых, мы используем, нам нужно интеграл посчитать, чтобы сигму вообще, это отображение, скальпость, не доработало, нам интеграл считать. Мы используем Monte Carlo integration. Ну, не обязательно Monte Carlo, но это такой самобазовый вариант. Там еще есть другой вариант. Мы используем очень численное интегрирование. Немерикал integration, например, Monte Carlo integration. И второе, что мы делаем, нам же нужно не просто один интеграл посчитать, да? Нам нужно, грубо говоря, для каждого дельта, как бы, посчитать этот интеграл и выбрать такое дельта, при котором он оказывается равен ровно нашим S, который в данном. Нам нужно решить систему уравнений как-то хитро на компьютере. Для этого используется сжимающее отображение, которое мы говорим. Мы используем, итерируем следующее сжимающее отображение. В английском сжимающее отображение это contraction mapping. Ну, кого смущает слово отображение, отображение это функция. Просто это более fancy слово для слова функция. Сжимающее, напомню, это означает, что эта функция сокращает расстояние между точками. Расстояние между образами двух точек, которые получатся при отображении, оно будет меньше, чем расстояние между изначальными точками. Вот такое стандартное, итерируется отображение. Давайте tau писать вместо t, потому что у нас t уже заняты. tau это номер итераций. Плюс логарифм от трюбичного удаления, минус логарифм от посчитанных. Вот это вот все отображение сильного равное. Пишу здесь что-то, дельта с ци. Вот она та же самая, что это вот. Вот это вот та же самая дельта. Ну и там какие-то дельты с ци и сильные с ци. Ну что эта штука делает? Она говорит, начнем с какой-то дельты, а потом следующую дельту посчитаем как некоторое отклонение от предыдущей. И это отклонение, оно так построено, что ровно когда дельта перестанет меняться, рыночные доли станут ровно равны тем, которым нужно. И это некоторая магия, но это работает. То есть эта литерация действительно приходит в таком состоянии. И это доказано в одной из теорем 90-х годов. Но мне кажется, вот эту вычислительную часть я скорее не буду спрашивать на экзамене, но все равно важно, важно это проговорить. И здесь гарантирует только на очереди. Это доказал вроде как Белли в 1994 году. Белли это обладатель, хозяин буквы B, BLP. Вот. В общем, вот так решается система равны. То есть концептуально это несложно понять. Нам нужно просто эту систему разрешить относительно дель. А вычислительная, там начинается вот эта вот, так сказать, вещь кажется сложной. Надо украинтеграда считать так численно, а во-вторых, вот систему равны не разрешать. И этого применяется итерация. А можно сразу вопрос? Да. Нам получается обязательно, чтобы у нас было больше, чем один рынок в наблюдениях? Несмотря на то, что для чего. То есть я дельты могу от одного рынка достать, а потом я могу прогнать мою регрессию внутри одного рынка, если у меня там 40 товаров на рынке, я могу помимо регрессии прогнать. Я бета и альфа вытащу, но я вытащу на самом деле только вот эти средние. Бета нулевое, альфа нулевое. Ну то есть если у нас вот… Ну не может даже дисперсия тоже. И если наблюдение по одному рынку, то есть один рынок и доли на этом рынке, то мы сможем все оценить? Сейчас я склоняюсь к тому, что мы сможем оценить все, кроме вот этих пи, если у нас есть демография. То есть без демографии я смогу все оценить. Дело в том, что вот эти пи, они по сути дела будут идентифицироваться тем, что на разных рынках их разная демография. И вот именно эту вариацию я использую, чтобы по мере чувствительности демографии. Поэтому с одним рынком пи я точно не оценю, с одним рынком до этого нулевого, альфа нулевое я точно оценю. Да и нет, я и сигму тоже оценю. Короче, да. Вот эта базовая модель, которую сейчас расписываю, ее можно на одном рынке. То есть если на данном рынке очень много наблюдений, то у вас будут нормальные оценки с одного рынка. Но на практике у нас на одном рынке, я не знаю, 10 наблюдений, 10 товаров, для этого недостаточно. У нас на практике, наоборот, типа 100 рынков по 10 товаров, 1000 наблюдений уже нормально. Да, но чтобы вот эти коэффициенты демографические оценить, там точно нужна вариация. Вот. Ну вот. И это еще не все. У нас был второй шаг. Мы нашли наши бельки. Дальше мы делаем то, что мы делали в простом лоджите и в nested лоджите. А что мы делали с дельками? Мы их определили как наши зависимые перемены, и мы прогоняли регрессию дельки на иксы. Мы взяли дельки, как наши икрики регрессии. При этом регрессия наша была с инструментальными переменами, потому что при цене коэффициент, цена эндогена, при ней коэффициент требует инструментальной переменами. То есть мы гоним айби регрессию вот этих наших дельки цененных. При этом сейчас уже я все данные изо всех рынков кучу собрал и гоню регрессию по всем вот этим обведениям. Если у меня есть 10 товаров и 100 рынков, у меня будет 1000 обведений, и по всей 1000 обведений я буду гонять эту регрессию. Мы в общем гоним это на на икс. gt, ну вот можно сказать, что xgt первое, потому что у меня дельта как раз от первого зависит. Станя выше говорил, что дельта и мю могут от разных хексов зависеть. Я в общем прогнал такую регрессию, я получил на самом деле некоторую оценку для беты. Но это не конец, естественно, потому что у меня все, что я делал вообще, все вот это вот, все, что я делал, зависит от сигмы, которая взяла на первом шаге. Сигма нулевая. Поэтому наша оценка для беты, она получилась с вами как функция от этой сигмы. То есть взял бы я другую сигму, я бы все по-другому посчиталась, получилась бы другая бета. Поэтому мне, это не конец, мне нужно определить сигму теперь. Вот, а для этого, что я буду делать? Я буду, вот это все, что я описал, делать для многих разных сигм, и я выберу из всех из них, всех этих вот пробных сигму, выберу ту, для которой модель лучше всего описывает там. Технически я это сделаю следующим образом. Я скажу, что у меня четвертый шаг. Нет, еще не четвертый шаг. Вот я посчитал, я могу не только беты достать, но и остатки в этой регрессии. Ну, остатки регрессии, понимаешь, что такое. Мы получаем остатки эти вот ксишки. Не псила, не ксишки. Да, кто еще не понял, у нас в обычной эконометрике остаток это эпсила. А в этой у нас продвинутой, так скажем, эконометрика, у нас есть и сигма, и эпсила. В итоге мы гоним регрессию, в которой эпсила уже не сигма, есть и кси, и эпсила. В итоге мы гоним регрессию, которой эпсила уже нет, потому что я по ним проинфегрировал. И у меня как бы роль эпсила из обычной эконометики играет кси в моей модели. Вот так. Я получаю резидиус кси в этой GIT. Получил резидиус. А теперь, грубо говоря, мне нужно определить, насколько моя модель хорошо описала данные, чтобы потом вот это вот промаксимизировать качество описания данных. я, собственно говоря, в каком случае модель хорошо описываю? В том случае, если вот эти остатки получились такие, что выполняются в моей выборке некоторые моментные условия, которые я знаю, что выполняется в популяции. Так что я рассматриваю моментные условия. Я получу не писать консилер. Кто моментные условия термин еще мало видел, вот привыкайте. На самом деле вся эконометрика про моментные условия. Магмонентные условия максимально простого вида. это то, что мы от ожидания нашей ксии умножены на что? И вот тут вот вылазит что? Инструмент. Некоторые. Мы должны быть равнодием. Это М у меня, это индекс, который нумерует на струне. За тем, где М измеряется от предназначения большого, они это инструменты. на самом деле. На самом деле то, что я записал, это population момент, конечно. Когда я пишу «мот ожидания», это означает, что я, по сути, беру среднее по некоторой популяции и континуанию. А у меня будет что на практике? У меня будет что я сформирую выборочный аналог, да? Выборочный аналог тоже важный, важная концепция. Как будет выглядеть выборочный аналог? У меня выборочным аналогом «мот ожидания» является просто среднее по моей выборке. Так? Или это в сто раз такое вот. Я просто напишу, что мне будет сумма по всем JT, по всем деленное на общее число наблюдений весит. N у меня это число общее наблюдений вообще, как говорится. Вот эта сумма вот этих XI JT умножить на которые получились выше, я их выше рассчитаю, умножить на инструмент M3 равно 0. И если у меня есть достаточное количество инструментов, это означает, что у меня есть достаточное количество вот этих уравнений, которые я верю, что должны быть выполнены, если параметры подобраны правильно. А значит, я могу вот эти уравнения грубо говоря решить относительно моих параметров, которые я не знаю, решить относительно стигных. Но тут может быть такое, что у нас на самом деле M может быть больше. M это число инструментов. Больше, чем число параметров, которые можно оценить. То есть у меня уравнений, грубо говоря, вот этих выборожных аналогов моментных условий, вот этих уравнений у меня больше, чем параметров. Тогда что я делаю? Кто-то, наверное, знает это. тогда я не могу эту систему уравнений как бы решить точно, но я буду ее решать приближенно. В каком смысле? Я буду минимизировать квадрат вот этой штуки, грубо говоря. такие параметры, что вот эти все условия одновременно как можно более близки к нулю. Вот эти значения всех левых частей можно более близко к нулю. Это заменяет решение уравнения в точном случае, когда у нас ровно сколько параметров, столько и уравнений. И это обобщает на самом деле. То есть давайте напишем что тогда мы тогда формируем так называемую GMM обучать. И вообще то, что этот алгоритм является частным случаем использования обобщенного метода момента GMM. Давайте скажу, что GMM это тренировать метод момента кто его не видел вы не волнуйтесь потому что в экзамене я не буду спрашивать какие-то суперфакты про GMM. Но вы возьмите все равно это слово запомните потому что это одна из самых вообще важных концепций во всей экономике. Разумелось метод момента какая-то Какая-какая это объектива? Если я скажу, что ну давайте так скажем вот так запишем ее записывают в матричной форме но я запишу ее не в матричной форме она в общем равна сумме по всем парам разность моментных условий инструмент номер один вот такая сумма здесь стоит вот таких произведений в общем сумма по всем парам моментных условий произведений вот этих моментных условий ой, почему я сказал не равно это грубейшая ошибка но это не равно просто по всем то есть m1 может быть равна чтобы был квадрат когда m1 не равно m2 у нас здесь просто будет какой-то произведений и это умножает еще на некоторый вес который зависит от пары простого но для простоты мы с вами будем я не буду говорить откуда берутся эти веса это как раз теория GMM я не хочу ее прямо рассказывать рассказывать давайте думать о том что вот эти веса они равны все единицы если m1 равно m2 m2 равно 1 m2 пробегают все возможные моментные условия нет вообще никто пришел это равно не единице это равно единице если если моментные условия равны так это нужно писать равно единице если если есть 0 и 0 в таком случае я беру беру только квадраты остальные я не беру но это для простоты вообще конечно оно берется берется другие из некоторых соображений оптимальности что астропить все русские в смысле оптимальные веса Так сказать, чтобы максимизировать эффективность оценки. Вот. Такая штука. И вот это вот GMM Objective. Мы направляем на минимум во всем возможным параметрам сигма. И сигма — это вот наша дисперсия. Сигма — это дисперсия, дисперсионная матрица ню. Вот так вот. Судача целая — минимизация чего-то по матрице. Но это решается. Вот. И тут можно закончить все шагом 5, что мы повторяем шаги. Не то, что мы делаем, но мы это хотим. Мы повторяем шаги 1-4. Пока... До тех пор, пока она не нанесла. Мы это все делаем, пока мы не пришли к нему. Еще раз, почему мы хотим вот такую штуку минимизировать? Потому что мы верим, мы верим, что популяции вот эти всем от ожидания равны нулю. Поэтому при правильных параметрах сигма. Поэтому в нашей выборке они должны быть близки к нему. Если у нас в моментных условиях ровно столько же, столько параметров, которые нужно оценить, тогда мы на самом деле вот просто систему уравнения решим как бы относительно наших параметров. А если у нас в моментных условиях больше, мы не сможем решить в точности, чтобы каждое условие выполнялось в точности, чтобы выполнялась в точности у нее. Мы составляем вот такую, по сути дела, сумму квадрата, и ее минимизируем. Ищем те параметры, при которых в моментные условия лучше всего выполняться, ближе всего к тому, чтобы выполняться. И можно показать, что при росте выборки у нас, собственно, наша оценка будет стремиться к истинному значению параметров, то есть оценка будет состоятельной. Но это просто очевидно из того, что мы знаем, что при бесконечном числе наблюдений у нас просто это выполнено, а значит, что наши параметры просто на самом деле таковы, что это gmo-objective просто равнодел. А мы в нашем оценке хотим, чтобы она получилась ближе к тому, но понятно, что при деле, если мы можем сделать ровно 0, мы его и сделаем, значит у нас будет полправильный параметра. Ну, если вы gmm неуверенно себя чувствуете, то ничего не больше, что проблемы для нас в этом нет. Нам просто нужно понимать, что мы выбираем эту сигму так, чтобы вы большиноментные условия выполнялись настолько, насколько это возможно. Ну, вот так, такой алгоритм. Я беру на первом шаге некоторую матрицу, дальше я обращаю в это уравнение, нахожу дельты, я прогоняю дельты на x и получаю бета и получаю остатки. А потом я для этих остатков считаю значение вот этой функции, на самом деле, использую инструменты, получаю какое значение? Записал его, потом взял другую сигму, все то же самое проделал, посчитал значение этой функции, записал его и так далее, и так далее, и так далее. Где-то когда-то окажется, что на самом деле новые сигмы мне не дают еще меньшего значения этой функции. Значит, я уже нашел какую-то сигму, в которой она не была. Но, конечно, на компьютере это делается не тупо так, что возьмем эту сигму, потом возьмем эту сигму, как-то хаотично. Конечно, так не делается. На самом деле, делается что-то типа градиентного спуска. То есть, эта функция, она минимизируется по умам. То есть, компьютер считает, как бы, вот, в одной сигме посчитал, в соседних посчитал, в соседних. Когда я посчитал в соседних, я могу посчитать производную по всем направлениям, по сути, ацентам. Я пойду в том направлении, в котором функция убывает сильнее всего, по сути дела, по градиенту. Насколько я пойду по градиенту, это вот целая наука про это есть, впечатлительная активизация. Потому что, если вы слишком далеко пойдете по градиенту, то, как бы, уже далеко от этой точки, там градиент совсем другой, может быть, на такой уже по старым градиентам. А если вы слишком близко пойдете, то вы очень долго будете, если тут маленький шажок все время будете делать, вы будете до скончания веков ходить, и к нему так и не придете. Ну и как теперь параметры бета достать? Ну вот я достал какое-то, мы получили какое-то стигма оцененное, тогда мы можем оценка бета до нашего вот этого бета, которая была на шаге 3, да? Мы же получили кси, верно? Или я... Ну, мы бету получили. Да, кси мы получили, но до этого мы бету получили. Вот она. Мы прогнали регрессию, естественно, нам выдало какие-то коэффициенты. Мы получили коэффициенты и мы получили остатки, естественно. Вот. Вот это вот внешнее цикл оптимизации по стигма, вот он есть. Но мне, чтобы получить бету, надо еще для оптимальной стигмы еще по внутреннему циклу пройти и бета достать. Могу вернуться теперь к тому, почему он так называется, этот алгоритм, Nested Fixed Point. В принципе, это из описания, более-менее следует, что он так и должен называться. Потому что у меня вот на шаге второго у меня считается Fixed Point вот этого отображения. Fixed Point в пространстве дельта. Я нахожу некоторую дельту, которая является Fixed Point этого отражения, которая по построению не решает систему уравнений. Но у меня нахождение Fixed Point это во внутреннем цикле происходит. А вокруг него есть еще внешний цикл, в котором есть сигнающий. И поэтому вот эти вот все циклы, которые находятся Fixed Point, они как бы вложены, вложены в большой цикл. поэтому Нестер. На самом деле этот алгоритм с точки зрения компьютер-саймета он вообще неинтересный. То есть он такой глоб. Да, он глоб. Тут нет никаких хитростей каких-то изящных. Просто ну вот мы знаем, что нам нужно найти дельты, как-то их находим. Мы знаем, что нам нужно найти сигму. Ну вот ее находим в соображении, что моментные условия должны выполняться. Ну вот так вот. Теперь скажите мне, если кто-то еще жив, скажите мне, как сюда вставить оценку еще вот этой матрицы ПИ? Ну по рынкам посмотреть. По рынкам будет дисперсия, да, вариация и можно посмотреть. Ну да, 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 но на техническом уровне как это все сделать. Ну просто чуть-чуть модифицировать алгоритм нужно. Нужно сказать, что во внешнем цикле я ищу не только сигму, но и ПИ. То есть я тут беру возможно еще и эту матрицу ПИ какую-то. И у меня... у нас тогда вот эта функция потеряна будет... Их будет две или мы как-то их объединим? Нет, конечно, нам же что-то надо минимизировать в итоге, правильно? А мы минимизировать можем только что-то одно, чтобы надо было одно число, которое все в себя выбирает, и его минимизировать. Два числа одновременно минимизировать это сложно. конечно, надо будет GMM объектив она будет только так же примерно строиться, просто здесь все будет считаться немножко по-другому. Где будет считаться по-другому? Вот эта у меня будет функция сигма, она будет зависеть еще от матрицы Пи, естественно, потому что распределение этих мюшек, оно зависит и от Пи тоже сейчас, как-то, через эти вот формы. Но я не выписываю это явностью, чтобы не было слишком дробностно, но концептуально это так, просто будет функция сигма, в которой еще один аргумент Пи есть, и вот здесь в плотности сидит. И я дальше делаю, грубо говоря, то же самое, просто у меня внешний цикл это оптимизация одновременно и по сигме, и по Пи, по матрице. То есть я тут нахожу доли, я делаю, не доли, а дельки нахожу, и знаю доли, нахожу дельки. Тут тоже то же самое все на самом деле. И здесь то же самое, буквально так же. Просто здесь я вот эту штуку все оптимизирую сразу и по сигме, и по Пи. Более сложная задача просто. А строится абсолютно так же. Можете меня спросить, а в чем отличие это будет? Ну, зеты это инструменты, да? Я буду использовать конечно старые инструменты, на самом деле возможно теперь мне их не хватит. Потому что мне надо больше параметров оценить, и это надо больше моментов устоять. Если у меня изначально инструментов было впритык, то мне уже если я хочу еще Пи оценить сверху, мне их уже не хватит. Мне надо новые инструменты где-то сочинять. А так оно так же строится. Просто будут дополнительные методные условия с новыми инструментами, и вот эти КСИ, конечно, они будут другие. Сами КСИшки, которые мы будем получать, они будут другие, потому что они будут зависеть от той матрицы Пи, которая выпала. Это немножко другая форма. А концептуально вся скелета алгоритма такой же. Ну и давайте посчитаем сколько нам на самом деле всего нужно инструментов. В этой модели будет та же демография, ладно, пусть демография, сколько всего нужно минимум инструментов. Минимум инструментов нужна стойкость только у нас неизвестных параметров. Эндогенный, да? Потому что вот для экзогенных и бета там инструмент является самопеременной своими. Вот я имею в виду, сколько нам нужно... Получается, сколько бета и бетц и еще что-нибудь? нам Сколько нам нужно инструментов? Ну вот я беты, я не буду считать, что для них нужны инструменты, потому что вот эти параметры Я просто гоню здесь регрессию, здесь я инструментирую только цену. А для иксов инструментами являются сами иксы. Нужно инструментов, как минимум, сколько? m, где… m – это что? Во-первых, нам нужно для коэффициента перед ценой, правильно? Во-вторых, нам нужно для всех неизвестных параметров матрицы Сигма. Их сколько у нас? В общем, в случае их… но не k в квадрате, потому что эта матрица дисперсионная, она симметрична обязательно. Такого же фанта должны знать. Потому что ковариация с иксов равна ковариации с иксов. Но на самом деле у нас на практике, вы видите сейчас, мы можем априори ограничения на эту матрицу накладывать. Типа, только на диагонали стоят миллилевые числа, то есть матрица только диагональная. Очень часто такое дело. Тогда у нас количество параметров, которые нужно оценить, оно еще меньше будет. Поэтому я просто здесь напишу, что… Сколько параметров нужно оценить в матрице КСИ и плюс пи? Потому что пи тоже на практике, скорее всего, мы не будем разрешать, чтобы там были вообще любые производные числа. Из каких-то соображений мы можем сразу сказать, что какие-то коэффициенты в этой матрице, какие-то элементы вне нули. Но я априори знаю, что там что-то не влияет на чувствительность Сафара. Но если у вас дофига инструментов, вот вам с неба свалилось миллион инструментов, пожалуйста, оценивайте вообще без ограничений. Две ограничения они берутся из того, что у нас инструментов не так много и из того, что мы хотим и побыстрее, чтобы посчиталось. Потому что вы понимаете, что если у вас много рынков, во-первых, у нас много параметров, во-вторых, если у нас много рынков, мы не можем распараллелить по какой-то причине, это будет достаточно долго все считаться. Если мы возьмем чуть меньшее число параметров или распараллелим по рынкам, то у нас будет очень быстрее считаться. Но у меня вот эти примеры, которые из методички EPPI BLP, они считаются в районе двух минут. Это не они считают, поскольку я делаю Google Collab, это считают не процессором в моем ноутбуке, это считают Google процессором. Наверное, если на своем ноутбуке будет подлиннее. Но тоже не супер долго. Ну хорошо. Давайте тогда на этом прервемся, небольшой перерыв сделаем, и уже на следующей паре я покажу, как это все кодится. Мы тогда в 50 минут начинаем. Ну, как хотите. Ну давайте 50 минут, раз перемена 20 минут, давайте 50 минут начнем. Хорошо. Давайте. Давайте. Поехали. Давайте. 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 Продолжение следует...